Минская Динамо собирается пробить потолок собственных достижений в КХЛ. Пока он находится невысоко, лишь на уровне первого раунда плей-офф, который даже в лучшие годы никак не удавалось пройти. Станет ли это заявление стимулом для болельщиков быстрее разбирать сезонные абонементы? Скоро увидим. Сейчас же хоккеистам тяжело, у них трехразовые тренировки. Бег в гору, от которого сердце выскакивает наружу. Как известно, Крейг Вудкрафт приверженец быстрого силового хоккея и закладывание функциональной базы здесь основной компонент успеха. Кристина Камыш побывала на занятиях зубров и заметила, что состав сильно обновился. К тому же он еще и не полностью сформирован. Пожалуй, вот этот легионер уже захватил сердца болельщиков Минского Динамо. Конечно, пока расположение выдано авансом, регулярный чемпионат КХЛ расставит все на свои места. Но Шон Лалонт – единственный из импортов, кто прилетел в Беларусь до старта кэмпа. Лайк – канадцу и его агенту за профессионализм. Мне сообщили, когда стоит прибыть, агент сказал «садись в самолет». Поэтому прилетел в Беларусь еще 12 июля. Но вообще это было правильное решение. Так я смог привыкнуть к городу и ближайшему окружению. Знаете, сделать Минск своим домом, понять, как тут все устроено, адаптироваться к организации нового для меня клуба. Конечно, я бывал в Беларуси на выездных матчах с другими командами КХЛ. Поэтому знал, что Минск – один из лучших городов в лиге, рад быть частью Динамо. Важно, что мы знакомы с Крейгом Вудкрафтом еще со времен сборной Канады. А несколько лет назад довелось играть против коуча в Германии. Мне кажется, что я хорошо впишусь в его систему хоккея. Поэтому жду сезон с нетерпением. Защитник будет играть под четвертым номером в Динамо. Ранее хоккеист уже выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Адмирал». Соответственно, к лиге не нужно будет адаптироваться. У Шона еще был опыт работы в чемпионатах Швеции, Германии, Финляндии и Северной Америки. Меня хорошо приняли. Все ребята – отличные парни. Что касается тренировок на льду, но это хоккей, он у нас на подсознательном уровне. Все автоматически знают, что делать. Мне бы хотелось провести хороший сезон, выполнить командные задачи. Было бы здорово, если в конце года я буду в плюсе по показателю полезности, так как предыдущие сезоны из минуса не выбирался. Да и вообще хотелось бы неплохую статистику. Хорошая персональная статистика может быть достигнута при слаженной командной работе. Эти вещи взаимосвязаны, но пока коллектив минчан только формируется. По сравнению с прошлым годом ушло 20 человек. Это значит, что белосини обновятся на 60% минимум. Это многовато. Нашей команде еще предстоит проделать большую работу. Мы усердно трудимся над тем, чтобы дополнить линии, которые образовываются сейчас. Мы ищем лидеров для первых звеньев. На рынке интересуемся центральными праворукими форвардами, также праворукими защитниками. Конечно, мы хотим пополнить ряды наших вратарей, потому что если вы посмотрите на расписание игр, которое недавно было опубликовано, то в начале сезона мы проведем 37 поединков за три месяца. Это ужасно много встреч и, соответственно, мало времени для отдыха и восстановления. Не говоря уже о различных неприятностях с травмами и другими проблемами. Так что у нас должен быть довольно большой ростер, длинная скамейка, которая сможет выдержать любые трудности. Альмквист, Бэнгцан, Линдхальмкэмпэ, Стрём, Вальтэденбю – эти игроки в списке ушедших. А еще все они шведы. Пару лет назад минская «Динамо» поменяла североамериканский легионерский вектор на скандинавский. Но мировая ситуация диктует новые условия. Зубры вынуждены возвращаться к истокам. Итого сейчас все наши импорты – канадцы. Вмешались законы рынка сейчас в данной ситуации, когда есть определенная изоляция России и Беларуси. Сократился выбор игроков. В принципе, сейчас уже первые две волны подписаний прошло. Нам остается ждать третий, потому что где-то в плане финансов мы не можем предложить приемлемые условия тем игрокам, которых мы хотим видеть в команде. И они уходят в более обеспеченные клубы России. Но мы продолжаем поиски, делаем все для того, чтобы в ближайшее время, несколько недель, может быть месяцев, подписать еще несколько ключевых, скажем так, боевых единиц. В составе белосиних пока 24 хоккеиста, 7 защитников, 15 форвардов и всего два вратаря. Радуют, что голкиперы белорусы – Алексей Колосов и Константин Шосток, который в мае был арендован у Череповецкой Северстали. Парням нельзя расслабляться, ведь поиски усилений на рынке ведутся. В прошлый сезон был первым, наверное, в истории «Динамо», когда белорусский вратарь сыграл половину матчей. В этом сезоне есть Константин Шосток, есть Алексей Колосов. Это два вратаря с опытом игры «Хэлл». В принципе, их уровень достаточный, они знают лигу, они могут показать хороший хоккей. Будут ли они первым номером или нет, им еще предстоит это доказать. Рынок свободных вратарей сегодня легионеров не такой богатый, поэтому мы занимаемся этим вопросом, но пока у нас нет такого вратаря. У медали всегда есть две стороны. Минская «Динамо» продолжает следовать своей концепции развития молодых игроков и что-то подсказывает, что в этом году у них будет очень много шансов. Команда где-то и в плане опыта, и в плане общего уровня мастерства ослабнет. С другой стороны, у молодых, конечно, больше будет возможности проявить себя. Но единственное, что это же не просто так. «Хэлл» – это все равно одна из сильнейших лиг в мире. И надо соответствовать. Соответствовать не только технически, но и физически, ментально. Это запредельные нагрузки. И тут главное – вопрос баланса, вопрос мера. И у нас же задачи никто не снимал. Для этого нам все равно нужны совокупные уровни опытных, мастеровитых исполнителей, чтобы он был. А задачи у минчан амбициозны. Из сезона в сезон они не меняются. Это борьба в каждой игре, попадание в плей-офф «Хэлл». Однако, белосиньям пора выходить на новый уровень. Сейчас цель – это подготовиться. В первую очередь сплотить команду, состав, чтобы был такой серьезный боевой с начала сезона. Цель одна – выходить в плей-офф, а там как можно выше проходить. Ну да, уже пора, потому что уже первый раунд для всех людей. Как бы людей, типа, ну, вошли и вошли, да, как бы уже привычка, а поэтому надо как можно лучше играть. В истории клуба не было побед в сериях плей-офф, а мне кажется, что настало время это изменить. В последние годы мы попадали в нокаут-раунд, но дальше первой стадии пройти не получалось. Было много трудностей, коронавирус, травмы и так далее. Но сейчас не думаю, что хоть кто-то из нас будет довольствоваться только первым раундом Кубка Гагарина. Мы будем решать задачи постепенно. Чтобы цели были достигнуты, минчане трудятся в режиме трехразовых тренировок. Только на льду они проводят по четыре часа. А еще зал и любимая горка. Новички к нагрузкам были готовы. Все предупреждали, что будут хорошие нагрузки, что на льду, что на земле. Ну, я специально две недели отдохнул, психологически дома побыл, там на стройке родителям помог. И сразу приехал к Леше Дашкевичу. Мы начали плотно заниматься, мы с ним проработали, если не соврать, пять или шесть недель. Мы хотим быть успешными, чтобы белорусы гордились нами. Для этого нет легких путей. Команда должна тяжело работать. И молодые ребята знают, что следует делать для того, чтобы играть в «Динамо». Нужно быть в хороших физических кондициях, нужно быть сильными и выносливыми. Мне было очень приятно осознать, что игроки пришли на пресезонную подготовку с хорошей базой. В принципе, я доволен, как прошли эти два микроцикла. Ребята продемонстрировали заряженность на тренировках, выполняли все задачи на льду. Исправлялись в тех моментах, на которые мы указывали. Это время, когда мы строим всю нашу систему игры, от физики до тактики. Мы будем это делать еще шесть недель. Регулярка КХЛ стартует 1 сентября в Москве поединком между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона Магнитогорским металлургом. Минская «Динамо» начнет борьбу в лиге с домашней серией. 3 сентября ждем в гости Борис. Календарь розыгрыша появился на прошлой неделе. Каждый клуб проведет рекордные для первой части чемпионата 68 встреч. Абонементы поступят в продажу в начале августа. 100% были на семинаре КХЛ. И нас отмечают как самый посещаемый клуб КХЛ. Конечно же, нам это очень приятно слышать. И постараемся эту марку сдержать. Хоть это и непросто. Чтобы это не шло вразрез с владельцами абонементов. Чтобы они могли купить билеты, начиная с первого матча на желанные места. Поэтому запуск билетов в продажу будет запущен примерно за неделю. Может быть 10 дней до первого матча. Кстати, еще Лигой не решено, будет ли действовать ковидный протокол. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Мы начали активно заниматься разработкой планы работы с болельщиками. Конечно же, мы ориентируемся на даты, праздничные дни, в которые будут проходить матчи. Исходя из этого, мы планируем проведение тематических матчей. В этом сезоне мы планируем активно работать с детской аудиторией. Потому что это, конечно же, наши будущие болельщики. Важно работать во взаимосвязке клуб и наша детская школа. Приводить новых учащихся. Увидеть зубра в деле можно будет совсем скоро. На этой неделе «Динамо» проведет два спарринга. Сибирью и Северсталью. Матч пройдут 28 и 31 июля соответственно. Первый товарищеский поединок состоится на Чижовской арене. Начало в 13.00. Вход для зрителей будет бесплатным. Редактор субтитров А.Семкин